Донбасс Дети рассказали о тех проблемах, с которыми они сталкиваются ежедневно. Шесть подростков проживают в серой зоне, практически в нескольких километрах от линии разграничения и от линии, где проходят боевые действия. Например, один из подростков живет всего в 10 километрах от места, где проходят военные действия. Дети рассказали о том, что до сих пор есть проблемы с подготовкой к экзаменам в школах, есть проблемы с оформлением документов. Например, некоторые подростки, которым 17 лет, они не могут получить элементарно паспорт. Многие дети рассказали и о психологических проблемах, о том, что они боятся выстрелов. Некоторые до сих пор вынуждены прятаться в подвалах, чтобы избежать во время обстрелов каких-то непредвиденных ситуаций. И один из подростков, Роман Дорошенко, ему 16 лет, он нам рассказал, что его семья даже пошла на то, что обманывает его младших сестричек. Когда идет обстрел, детям говорят, что это просто делает кто-то ремонт. Предлагаю послушать его. У меня есть две маленькие стички, которые слышат эти все взрывы, пугаются. Ну и мы вынуждены им брать. Это плохо, конечно, что мы не рассказываем то, что происходит на самом деле. По данным ЮНИСЕФ, количество погибших детей с 2014 года на сегодня составляет 150 человек. Это минимум. На самом деле цифра, говорят, неполная. До сих пор никто не может подсчитать ее. И также известно, что как минимум 39 человек на Донбассе за последние годы пострадали от разрыва мин. На конференции выступают обмундсмены сразу нескольких стран, Грузии, Молдавы, Сербии, территории которых также оккупированы. Они делятся своим опытом о том, как они защищают права детей, которые остаются на неподконтрольной территории. Интересную информацию рассказала представитель Молдовы. По ее словам, даже обмундсмен не имеет права поехать сейчас на неподконтрольную территорию. Но, несмотря на это, им удалось через правозащитные организации сохранить 7 школ, которые преподают на румынском языке. Вот такой идет обмен мнениями. Но по-прежнему остается сложная ситуация с тем, как же помочь детям, которые проживают на Донбассе. Потому что, по информации международных организаций, их количество достигает от 500 до 750 тысяч детей. Предлагаю послушать. Мы знаем, что в зоне разграничения живет приблизительно 500 тысяч детей. И более 700 подвержены влиянию этого вооруженного конфликта. Хотя они и не живут непосредственно на линии разграничения, но сталкиваются ежедневно с этой информацией. Результатом этой международной конференции должна стать наработка сразу нескольких законодательных инициатив. Об этом во время выступления заявил сегодня спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков. По его словам, необходимые документы будут готовы к Новому году. Они будут включать в себя как разработку новых льгот для детей, как переселенцев, так и тех, кто проживает в серой зоне и на оккупированной территории. А также будет разработан ряд документов, которые упростят получение необходимых документов, таких как паспорта. На этом у меня все. Татьяна. Спасибо, коллега. Юлия Башко, корреспондентка UATV. Обеспечение прав ребенка в условиях вооруженного конфликта обсуждают на конференции в Киеве. Субтитры создавал DimaTorzok